19 марта состоялось расширенное социально-оперативное совещание, в котором принял участие глава Госагентства по управлению зоной отчуждения. В начале заседания директор технически сообщил присутствующим о работах на промплощадке ГСПЧС. Далее глава агентства вручил Андрею Александровичу Билову грамоту премьер-министра Украины и памятный знак Кабинета министров. А за активное участие в подготовке и организации стенда ГАЗО «Чернобыль-Территория ЗМИН» на выставке в МАГАТЭ благодарности от Государственного агентства по управлению зоной отчуждения вручены заместителю директора технического Александру Новикову, начальнику отдела международного сотрудничества и информации Виталию Медведю и электромеханику отдела информационных технологий и вычислительных систем Игорю Лешеленко. После поздравлений Виталий Петрук еще раз озвучил стратегические планы по реорганизации предприятий зоны отчуждения. По вопросу финансирования Чернобыльской АЭС глава агентства ответил следующее. Это неправильно, что происходит, связано с отримкой выплаты заработной платы и финансированием. Но, что я хочу сказать. Мы этого года полностью пытаемся изменить систему, не то, что систему, а изменить финансирование Чернобыльской станции и УЗФО, взагалі, по 120-й программе, таким чином, чтобы наступного року, через рік, цих питань взагалі не выникало. Что касается поточного финансирования, то мы робимо все. И я думаю, сегодня до конца дня все деньги будут на рахунках ЧАЭС. В заключительной части социально-производственного совещания Виталий Петрук зачитал приказ о кадровом назначении временно исполняющих обязанности Генерального директора ГСПЧС. Я хочу зачитать наказ нашим, про призначение виконуючика обоиска генерального директора державного специализованного предприятия. В соответствии к положению Генерального агентства Украины с управлением Зоной Отчуждения, наказаю призначит у 19 марта 2019 года Калашника Сергея Васильевича, виконуючим обоиска генерального директора державного специализованного предприятия Чернобыльской АЭС до призначения руководителя предприятия в установленном законодательном порядке. Наказ ДАСП про призначение выполнения оборудований генерального директора ДСП ЧАЭС от 03.09 визнать таким, что втратил чинность. Сергей Васильевич тут присутник. Первым приоритетом и самым главным приоритетом своей жизни, я считаю, это люди. Я считаю, что самая большая ценность, самое большое, что есть в нашей цивилизации, это человеческая жизнь, и все, в моем понимании, строится отсюда. Первое, что оберегает нашу жизнь, это техника безопасности во всех ее проявлениях. На сложном предприятии, понятное дело, что это многогранное понятие. Обстановка, ремонт, средства производства, техника, все, чем работают люди, оно должно соответствовать передовым нормам, пониманиям, здравому смыслу, технологиям и так далее. Я абсолютно согласен с Максимом Ивановичем о том, что заработная плата должна расти, не только потому, что у нас есть инфляция, не только потому, что помимо инфляции непропорционально дорожают услуги, а и потому, что растет квалификация людей, растет сложность, интенсивность труда. С этим тоже надо считаться, необходимо находить аргументы, я думаю, я уверен, что мы их найдем, доказывать, показывать, добиваться того, чтобы заработная плата коллектива была достойной. Дальше, я считаю, что необходимо продолжать перемещение, кого возможно, людей в город, потому, что если возвратиться к первому пункту о людях, о качестве их жизни, то нет сомнения, что это необсуждаемый вопрос, качество жизни для людей в городе, оно более приемлемо, чем здесь на площадке. Еще один вопрос, на который тоже хотелось бы обратить внимание, это расходование денег. Ну, понятно, что мир меняется, мы с вами живем в другом мире, чем жили пять лет назад, у нас есть средства массовой информации, которые там не то, что могут создать общественное мнение, могут там президента выбрать, если они между собой вступят в сговор. Все сейчас понятно и прозрачно, есть контролирующие органы, есть журналисты, есть активисты, наши предприятия – это не частная компания, хотя если даже частная компания, то ничего не меняет, она платит налоги, и всем интересно, каким образом мы тратим деньги. Поэтому мы должны понимать, что это деньги не наши, а это деньги государственные, и я считаю, что необходимо будет вести более четкую, ясную, разъяснительную, более открытую, наверное, может быть, работу при формировании капитальных затрат, ну и всех остальных направлений денег. С 19 марта к временному исполнению обязанностей генерального директора ГСПЧС приступил Сергей Васильевич Калашник.